Драматургия Драматургия У него и диалогов не очень много По-настоящему Тургенев силен и велик там, где он дает психологические мотивации Или, как уверял Толстой, он лучше всего пишет пейзажи, как он говорит нам, пейзажи, природа у него такая, что руки опускаются писать после него Частое явление, действительно, большинство ценит Тургенева за его потрясающее мастерство пейзажиста Но я-то думаю, что Тургенев самый тонкий описатель любви Той настоящей любви, которая не сводится ни к пухте, ни к дружбе И страшно глубоко он описывал власть одного человека над другим В этом плане Клара Милич может быть самое страшное, пророческое и самое великое его произведение Потому что Тургеневская женщина, женщина властная, это далеко не всегда хорошо Это очень часто страшно Поэтому, с моей точки зрения, Тургенев в театре не мыслим А Тургенев силен там, где все традиционно уходящее за сцену выставлено на всеобщее обозрение Он, как раз в диалоге, он скорее вынужденно считается с условностями театра И это же касается Достоевского, который пьес не писал вообще Если делается попытка экранизировать Достоевского или вынести его на сцену Всегда получается какая-то истерика, скандал и вообще черте что А ведь Достоевский не в этом, он не про это Вот мне кажется, что ненавидевшие друг друга искренне Тургенев и Достоевский Вот в этом были абсолютно едины В принципиальном неприятии сценического искусства Потому что для них это искусство окрубляющее, балаганное Если говорить о его пьесах, у него, собственно, две известных пьесы Первое, «Нахлебник» бесконечно трогательная пьеса, которую Яншин гениально играл Это вообще такая, ну, для Щепкина, такая пьеса для комика Который вдруг решает показать, что он трагик Это гениально мог бы играть Леонов, Евгений Но все-таки мне кажется, что это не лучшее его произведение «Месяц в деревне» Эфрос сумел это блистательно поставить Со сценографией Дмитрия Крымова, которого я, кстати, поздравляю от всей души С 70-летием Когда не отставили, ему было лет 25 Но уже и тогда он демонстрировал поразительную зрелость Потому что вот это сочетание невероятной хрупкости Утонченности всего происходящего на сцене А вместе с тем и Кича Потому что как не относись к Ракичину, например И как не относись к «Месяц в деревне» в целом Все эти ребята, они маскируют своими словами и страстями довольно-таки пошлые чувства Любовь стареющей красавицы к студенту Любовь студента глуповатой и пустоватой девушки И главное, всеобщую попытку, всеобщее желание оказаться лучше и сложнее, чем они есть Поэтому мне кажется, что при всей глубине этой пьесы Она, как бы сказать, не очень сценична Она немного скучновата Или, может быть, она слишком тонка для современного театра Может быть, ее надо ставить так, как будут ставить через, я не знаю, через 20 или через век Мне всегда казалось, что Толстой писатель XIX века более умного, более тонкого века, чем наш Достоевский Писатель века XX с его толпами и олиповатостью А Тургенев писатель века XXI, как, я думаю, и Чехов Поэтому лучшие тургеневские вещи еще просто не поставлены Я, правда, думаю, что, например, пьесу по отцам и детям написать нельзя Там как раз диалоги есть, и они замечательно яркие Но Тургенев не экранизируется, не билетризируется, не переносится на сцену И особенно это заметно, на мой взгляд, с самыми сложными романами с Новью и Дымом Для Дыма также Наталья Рязанцева написала замечательный сценарий Где все главные мысли вывела Меня Рязанцева говорила, когда я не знаю, как написать сцену Я открываю Тургеневу, читаю, и у него нахожу подсказку Тургенев действительно великий знаток психологии и великий знаток метода Когда через деталь, через реплику, вот как раз Рязанцева говорила Герои не должны все проговаривать, выговаривать не должны Они должны говорить с огромным подтекстом Этому надо учиться у Тургенева Ну, как раз я, ну, перечитал позднего Тургенева Особенно, когда сейчас у меня, знаете, завелся 15-ти томник То есть все художественные произведения Переписку я уже не сумел просто довести Но два ящика довез, мне точнее довезли И я очень полюбил перечитывать Тургенева 70-х годов Там открытия задержатся великолепные Мне вообще кажется, что временем оценки настоящего обсуждения Настоящего осмысления русской литературы Станет все-таки время свободы А наш генетический код и проблемы наши российские Они у наших классиков уже везде есть Они освещены